Что ж, далее перейдем к прямой трансляции из Сената Парламента. Сегодня там рассматриваются три вопроса о внесении изменений в дополнение некоторых законодательных актов Республики Казахстан по вопросам информационной безопасности, информатизации и цифровых активов. Второй пункт о внесении введения в действие Кодекса Республики Казахстан о налогах и других обязательных платежах в бюджет. И третий пункт о внесении изменений в дополнение некоторых законодательных актов по вопросам налогообложения. Продолжение следует... 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 Что касается VIA и неподключенных, то это в их собственных руках находится, и мощности, которые они будут построить, они точно будут их использовать в полном объеме, потому что майнинг использует 24 часа в сутки полный объем той мощности, которую он получает или потребляет. Что касается передачи в энергосистему, то это уже, наверное, скорее Минэнерго и Кегок ответят, как они будут контролировать передачу этой энергии в энергосистему страны. Спасибо. Продолжение следует... 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 Блок экстренных новостей. Зрители не увидели обсуждение первого документа, касавшегося информационной безопасности, информатизации и цифровых активов. Может быть, вы, господин Мамбиталиев, расскажете нам и зрителям, собственно, о чем там шла речь и что там важного? Ну, из важного, скорее всего, нужно отметить, что были внесены, точнее, вносились на рассмотрение небольшие поправки, которые регулируют первостепенно это возможность отказа граждан Казахстана на получение кредита. То есть, когда человек может прийти и написать заявление о том, что он не желает брать кредит до тех пор, пока он, собственно, опять не придет, не напишет заявление об обратном. Я вас немножко, так сказать, уточню, поправлю. Если я не ошибаюсь, по-моему, эта функция теперь доступна даже через ЕГОФ Мобайл. Можно даже никуда не входить и сделать это через телефон. То есть, через заявление, получается, человека можно будет заранее предотвратить на уже превентивном уровне всевозможные мошеннические операции, потому что банки второго уровня, они возникли и создавались изначально как институт доверия и сохранения определенных гарантий взносов и, соответственно, этих денежных активов. Но в последнее время, к сожалению, сложилась такая картина, когда банки попросту передали полностью на попечительство самого гражданина, либо людей ответственность за сохранность этих денег, действий и, самое главное, данных, которые он приносит в этот же банк. Поэтому также были внесены поправки о возможности отмены, либо же нежелания человека предоставлять данные, либо же эти данные, соответственно, чтобы банк уже конкретно законодательно нес за них ответственность. Потому что сейчас, как мы все знаем, очень участились всевозможные действия мошеннического характера, когда эта информация зачастую из банков выходит и попадает на руки к мошенникам, а там и заработная плата, и данные удостоверения личности, и адреса проживания, и все-все многое другое. Соответственно, все это может быть использовано в нехороших каких-то вещах. Также было проговорено о необходимости роли регулятора такого рода действий. Ну и, скорее всего, из основных там еще было обсуждение действий майнинговых организаций о необходимости контроля этого вида деятельности. То есть там должен будет, соответственно, регулятор, который по факту будет контролировать транзакции с майнинговыми операциями, потому что за что они, куда и как они проходят. То есть зачастую сейчас тоже огромное количество каких-то незаконных вещей оплачиваются именно определенными криптовалютами, да, и все эти транзакции должны быть мониторятся. То есть этот вопрос, он состоит сейчас открыто, сейчас идет обсуждение и внесение как раз-таки поправок о контроле такого рода действий, в том числе и самого майнинга, то есть самого процесса создания, но и дальнейшее их использование. То есть транзакция определенная меж лезвиями. Без сомнения, оба этих вопроса заслуживают внимания и должны быть решены, потому что в первом случае речь идет о безопасности наших собственных денег. Да и данных. Да и данных тоже, да, что тоже важно. А во втором, по сути, о том, чтобы пресечь возможность криминального финансирования каких-то темных дел. Хорошо. Итак, господин Косыков, два следующих вопроса касались налоговой сферы и тут, я так понимаю, нас ждут некоторые изменения. Ну, поправки в налоговый кодекс стали традиционными, они каждый год меняются. Многие возмущаются, почему у нас все время вносятся поправки в налоговый кодекс, но вот эти поправки, они связаны с реализацией срочных мер, в основном социальных. Это в первую очередь у нас с Нового года запускается инициатива Национальный фонд детям, то есть каждому ребенку на спецсчет будет поступать, ну, распределяться прибыль от инвестирования Национального фонда, половина прибыли, на счета всех детей. И вот этот доход, который будут получать дети, он будет освобожден от налогового жения. Это первая мера, очень важная, связанная с реализацией инициативы главы государства. Второй важный вопрос, это решение проблемы закредитованности, то есть одна из мер связана с, были недавно парламентские слушания, критиковали там и МФО, коллекторов. И вот первая мера, это освобождение доходов физического лица, если ему списали кредиты, МФО или коллекторы, то вот этот, якобы, ну, условная его прибыль, которую он получил за счет списания кредита, она не будет также облагаться индивидуальным подоходом налогов. То есть, по сути, ну, как бы, это первый шаг к тому, чтобы бороться вот с этой большой закредитованностью, которая, ну, растет очень сильно. Одну минутку. А вы лично, как экономист, как считаете, это действительно, скажем так, есть, исходя из именно экономических, финансово-экономических показателей, на душу населения такая проблема? Или это больше из разряда, ну, скажем так, громкозвучащих лозунгов? Потому что некоторые эксперты, экономисты говорят, что показатели, ну, вот именно объема выданных кредитов на душу населения в Казахстане ничем, в принципе, особо не хуже, чем в других странах. Есть разные мнения, разные оценки именно проблемы закредитованности. Одна из них, вот, люди апеллируют тем, что у нас вот средняя сумма займа небольшая, кредиты к ВВП небольшие, сравнивают с развитыми странами. Ну, в развитых странах это в основном ипотека, и ставки там, конечно, другие. У нас проблема в том, что это потребительские кредиты беззалоговые, и ставки по ним доходят там до 56%. И если смотреть по сумме, да, возможно, суммы небольшие, но для людей с низкими доходами, вот эти кредиты даже небольшие, они очень болезненные. И поэтому нужно смотреть не на суммы, а на количество людей, которые уже не могут обслуживать свои кредиты, даже небольшие. И вот по оценкам, это количество вот этих людей может доходить до 2 миллионов человек, это 2 миллиона семей. То есть, это проблема масштабная, действительно, по охвату населения, которые не могут платить за свои кредиты, сталкиваются с проблемой взыскания под давлением коллекторов. То есть, эта проблема, ну, серьезная. 2 миллиона, это, по сути, там, один город республиканского значения, там, столица, либо Алматы. Поэтому есть разные подходы к решению этого вопроса. Есть, понятно, кредиты, которые связаны с сферпотреблением, там, понятно, что есть критика, что берут там различные гаджеты, дои и так далее. Но есть и люди, которые, ну, просто по нужде берут эти кредиты, и, конечно, они не могут их обслуживать. Вопрос в том, не то, что они берут, а почему им банки, им дают, либо другие финансовые учреждения, неправильно оценивая их финансовое положение, изначально зная, что они не вернут эти кредиты, им будет тяжело. То есть, проблема вот в этом, неправильной оценки платежеспособности этого населения. И здесь нужно, как с двух сторон идти, повышать финансовую грамотность населения, и, с другой стороны, обеспечивать правильное регулирование вот этих финансовых организаций, чтобы они правильно оценивали доходы своих заемщиков. И когда человек уходит на просрочку, были правильные инструменты, не то, чтобы просто максимально изъять, но помочь. И в этой ситуации, да, была реабилитация, и чтобы человек сильно там не сходил своего там финансового положения и мог восстановиться и продолжать свою экономическую деятельность нормально. Хорошо. Поэтому просто понятно. Да. Еще важная мера, которая, по сути, ну, она осталась без внимания. Сейчас, когда человек подает в суд, он должен платить государственную пошлину, и вот сейчас вводится инструмент отсрочки, рассрочки вот этого платежа. Да, то есть многие люди, которые социально уязвимы, им тяжело подать в суд, что они могут даже пошлину заплатить. И вот в налоговом козысе вводится норма, что можно взять отсрочку по уплате вот этой государственной пошлины. И, допустим, если он выиграет суд, ему эта пошлина ответчиком будет возвращена, и он с нее как бы заплатит вот эту пошлину. Ну, и, конечно, какие-то определенные там меры, связанные с экономическим ведением бизнеса, акцизами, майнингом, эти все, они в основном носят формальный корректировочный характер. У нас сейчас разрабатывается новый налоговый кодекс, он будет разрабатываться еще в следующем году, обсуждаться широко, там будут большие уже реформы. Вот там уже будет интересно смотреть. И он вступит в силу 25-го года, а эти, ну, понятно, традиционные, направлены там на какие-то точечные изменения в законодательстве. Ну, что ж, как говорится, будем жить, будем посмотреть. В любом случае, само заседание парламента, оно будет продолжаться. Возможно, в эфире телеканала Хабар-24 будут еще транслироваться обсуждения, в том числе и депутатские запросы. Мне же осталось только сказать огромное спасибо моим гостям. Напомню, что вместе со мной в студии законопроекты обсуждали экономист Аскар Ксыков, огромное вам спасибо, а также политолог Аман Мамбиталиев. Спасибо огромное. На этом мне остается только попрощаться на данный час. Я с вами увижусь в 16-15 в программе «Дневная смена», но прямой эфир на телеканале Хабар-24 продолжится. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...